В зоне безопасности Молдо-Приднестровского конфликта может появиться военная техника США. Об этом накануне сообщили средства массовой информации России. Сейчас в румынском порту Медия разгружают американскую технику. Ее сопровождает 500 солдат и офицеров США. Кроме того, в Румынии свое военное присутствие увеличивает НАТО. Вблизи российских границ продолжается расширение военной инфраструктуры НАТО. А решение Соединенных Штатов выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности – прямой шаг к расшатыванию всей системы договоренности в сфере международной безопасности. Это, безусловно, меняет оперативную обстановку и, к сожалению, не в лучшую сторону. Сейчас в Черном море проходят учения военно-морских сил НАТО. Американские танки, бронемашины, вертолеты останутся в регионе на 9 месяцев. Летом военных США и технику из Румынии направят на Украину, а уже осенью их планируют перебросить на полигон в Бульбоках для участия в совместных артиллерийских учениях. Полигон расположен недалеко от Приднестровья. Чтобы попасть на полигон в Бульбоках, американским танкам и бронемашинам придется пересечь зону безопасности. Через нее проходят автотрассы. Есть, правда, проселочные дороги в обход зоны, но их не используют. У нас уже был скандальный случай, когда молдавская военная техника была засечена в зоне безопасности. Есть соответствующее видео. Теперь зону, куда без разрешения ОКК не имеет права въезжать никто, тем более военные, собираются посетить американцы. Это не может не беспокоить. Инциденты, связанные с нарушением режима зоны безопасности, были и ранее, напоминает Олег Беляков. В прошлом году у наших границ на учения проезжала военная техника, а четыре года назад зону разграничения пересекли подразделения Национальной гвардии США.